Чё там пишут про близнецов? Гады, сволочи, паскуды, сидите здесь, ни хрена не делаете. Я за вас всю работу делаю. Дедуля, в наши обязанности не входит ходить и ругаться матом с соседкой. Да, и это не наша работа доводить бабулек до инфаркта. Ай-яй-яй, у меня для вас информация секретная. Да знаем мы твою секретную информацию. Теперь ты точно знаешь, кто ссыт в лифте. И этот кто-то, это ты? Что? Да я уже в неделю этим не занимаюсь. Там информация про банду. Так мы знаем про твою банду. Опять про ЖЭК расскажешь нам? А толку вам рассказывать про ЖЭК? Вы же всё равно не расстреливаете. Там другая банда. Да знаю я все твои банды. Одна банда в ЖЭКе, одна в больнице, одна в Верховной Раде сидит. И все грабят. Все грабят. И почему-то именно только тебя. Поэтому иди, дедуля, ну иди, ну пожалуйста, ну не мешай нам работать. Давай, давай. Хорошо, хотел вам рассказать о банде на настоящее. Они там трупы закапывают каждый день. Но не хотите, не слушайте. Подожди, 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 дедуль. Какие трупы? Какая банда? Ага, интересно стало, да? Закапывают трупы ежедневно. Банда. У них там такие в день джиша крутятся. На машинах дорогущих проезжают и копают, копают. И кладут, кладут, кладут труп за трупом. Так, это уже интересно. Ага. Где это происходит, дед? Прямо на улице. Среди бела дня. Не стесняются. Ни ночью. Нет. Улица, улица. Какой адрес улицы? Улица Лесная, 43. За домом. За домом свозят. Спецназ? Правильно. Значит, наряд на Лесную, 43. За домом. Так. Мы будем. Так, да. Все. Выезжаем. Ага. И... А водолеи сегодня получат приятное известие. Интересно. Нет, твою мать! Ты куда нас послал? А? Пока никуда. Но если вы их не расстреляли, то пошлю вас к... Ты понимаешь, что по этому адресу расположено городское кладбище? Это нормально, что там закапывают трупы. А это нормально, что у них метр стоит 15 тысяч, а у меня пенсия полторы. Это что у меня? Чтобы умереть два года копить надо. Да. Ладно, нет. За твои заслуги перед Родиной мы договорились. Да. Это... Это как? Вот так. Будет у тебя место бесплатное. И венок за счет организации. Угу. Угу. Вот это спасибо, хлопцы. Вот это молодцы. Вот зря я на вас наговаривал. Ой, спасибо, ребята. Да, дедуль. Там единственное, льготных мест мало, а не на вес золота. Поэтому похороны завтра. Угу. Это... Это как... Как это завтра? Так я... Я же не готовился. Все. Иди, иди. Иди готовься. Иди. Да. Яму уже выкопали. Праздничный салют заказан. И оркестр тоже репетирует. Олежа! А? Сашку не видел? А че, боишься, что его кота фигуристая баба у тебя уведет? Да. Бутылка называется. Он любит фигуристых баб по 0,5 и 0,7. Слушай, ну не может быть. Без меня не наговаривай на моего друга, а где-то плавает. Да. На карачках по берегу. Слушай, а увидишь его, передай. Я его искала. Передам, Викусь, передам. Конечно. Че ж. Саня, тихо. Не кипишуй. Не кипишуй. Ага. Ага. Принимай штрафную. Давай, 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 давай! До дна, до дна, до дна, до дна. Хорошо. Сейчас, смотри. Секундочку. Ну, теперь вот, закусывай. Хорошо сидим, Сань, да? И жена твоя ни о чём не догадывается. Ну, за дружбу. Ё-моё, Сань, закончилось. Я пойду сбегаю, а ты далеко не уплывай. Давай-давай-давай-давай. Ё-моё, Сань, ты чего вылез? Я ж только за пивом сбегал. Да ну тебе нафиг, Петрович. Что? Этот спасатель Ренов. Ты знаешь, что он в воде сделал? Я ж протрезвел. Блин, всю поляну мне испортил. Гад. Неудобно. Ну, на, вот пивка хлебнее. Оно, правда, тёплое. Знаешь, что мне это пиво сейчас напоминает? Всё. Петрович, я управился. Молодец. Всё сделал, её отполировал, дворники проверил. Всё в порядке. Да. Рома, вот ты мне скажи, ты специально все слова с буквой «Р» подбираешь? Нет, Петрович, это как-то непреднамеренно происходит, прикинь. Хлопцы, слава богу, вы ещё не начинали. Как не начинали? Мы уже знаком. Только что наполировал. Да. Ай. Болда, болда. Не успев. Ты чёрт. Не, ну зря вы так. Рома у нас отличный специалист, когда трезвый. Да не расстраивайтесь, я всё сделал чётко. Сразу вообще не подкопаюсь, а что было в ДТП. Как будто только что с конвейера. Да оно что и поганого. Я ж страховщикам её ещё не показал. Ёлки-палки, я ж такие гроши потеряю. Там тысячи, тысячи. Вот что за клиент пошёл, а? Быстро сделаешь не нравится, медленно делаешь, тоже не нравится. Я переделывать ничего не собираюсь. Хлопцы, ну я вас Христом Богом молю. Срубить так, как будто она после аварии, а? Да вы в своём уме? У меня рука не поднимется. Я старался, работал. Можно сказать, это мой ребёнок. Вот и правильно. Представь, что твой ребёнок напортачил. Бывает же ж такое. За гаражами курил. Вот гадёныш, да? Вот всыпать бы ему. А самое первое число. Ну не знаю, не знаю. Плачу в два раза больше, чем за ремонт. Ах, он негодник, курил. Сейчас я ему, ты меня дам! Негодяй! Ну сейчас ты у меня деребёшь! Говно такое! Так вы идите, наверно, тут зрелище не для злобонервных. Ой, да. Через часик приходите. Да, лучше меня этого не бачить. Самое время перекурить. Да, ломать не стройте. Ну шо, хлопцы, як спра? Все в порядку. Принимайте работу. Як спра, так и злив. Все раскурочено. Вы шо? Вы шо ж срубили? Вы дебилы шо ли? Она ж была в морду бахнута. Да вы шо, я морду идеально сделал. У меня на неё рука не поднялась. Тем более ремня дают сзади. И вообще какая разница? Ну? Какая разница? Я щас тебе покажу, какая разница. Что вы задумали? Что вы задумали, эй? И в морду, и по жопе надаю. Вы шо? Эй, эй! Вы шо? Вы шо? Вы шо, какую дать? На троих. Сухой кашель. Ну? При сухом кашле я бы посоветовал вот это вот лекарство. Вот. Неправильно! Почему? Надо дать заграничное, подороже. Ну, послушайте, действующее средство здесь такое же, и оно дешевле. Так, повтори мне, главное правило фармацевта. Главное правило фармацевта. А, больше всего лекарство помогает тому, кто его продает. Правильно! Ой. И я надеюсь, что на следующий вопрос ты мне тоже ответишь правильно. Так. Шо нужно дать человеку, который забежал с зеленым лицом? Подсказка? Отравление. Вот. Ой. Так, значит, при отравлении надо дать человеку лекарство заграничное, подороже, у которого скоро закончится срок годности. Так. С... А, с этой полки. Правильно! Фур. Ой. Можно считать, что стажировочку ты прошел. Скажите, Виктория, а если я продам не то лекарство? А вот тут мы застрахованы. Читаем. Товар... товар возврату и обмену не подлежит. Да. Ой. Все. О! Твой первый клиент. Давай, как учили. Ой, извините. Здравствуйте. А вот по этому рецептику, пожалуйста. Ага. Фу. 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 Тадай сюда. Одну секундочку. Ага. Вот это у нас есть, пожалуйста. Так. Антибиотики и... О! Аскорбинка. Так. С вас восемьсот шестьдесят гривен. Какая? Извините. Доктор сказал, простая простуда. Знаете шо? Сказал простая, а написал он сложная. Вы хотите вылечиться или нет? Дед, конечно, хочу. Пожалуйста. Пакетик вам давать? Не надо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Не болейте. Как? Как вы вот расшифровали? Ф... 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 Ты шо, больной? Ничего не расшифровывала. Хрен его знает, что они тут пишут. Подключай фантазию. Понимаешь? Импровизируй. И главное, не забывай про оскорбинку. Понял? Оскорбинку. Да. На троих. Я, выбачиваюсь, у меня просто… Так, закройте дверь, я вам говорю. Не видите, мы работаем. Работают люди. Так у меня там… Дверь закройте. Мы позовем. Слышь, а может в приставку порубимся? Не хочу. Ну тогда давай работать. Ладно, давай в приставку. Я, выбачиваюсь, но я уже больше не могу ждать. Все, наигрались. У меня проблемы с яйцами. А не надо кого попало на обочине подбирать. И не будет проблем с ними. Так, мужчина. Давайте я вам сейчас телефончик доктора оставлю. Хороший доктор, мы сами к нему ходим. И у нас проблем с яйцами нет. Та я не про це. У меня там фура. Там куриньи яйца. И той жарко. У меня рефрижератор пока стоит, он же не крутится. Хлопцы, можно меня как-то скорейше оформить, а? А доплата за срочность? Так доплатима, ну куда ж мы динемось? Только быстрейше, хлопцы. Ну шо, иди оформляй. Ты ж хотел поиграть. Была игра «Волк ловит яйца», а будет вместо волк таможенник, вместо ловит – оформляет, вместо яйца – яйца. Совпало. Ну и как вы себе это представляете? А это не мои бриллианты, это что напарник. Да тихо ты. Хлопцы, я не знаю, как это. Были и яйца, а теперь их нема. Вот, по документам у вас яйца, а это – цыплята. Так то ж вы меня стики морожили, шо з яиц цыплята повылупляли все. Значит так, за переоформление придется доплатить, и за то, что меня разбудили тоже. Хлопцы, а мне ж хозяин дав грошей тяки на одну взятку. Тогда сидите и ждите, пока из ваших цыплят новые яйца не повылупляются. Все, идите, с вашими яйцами и так полдня заняло на вас. Я вам устрою. И убирайте там за ними. Засрете нам таможню. Это не я, не я. Это что за курятник? Хлопцы, я оце подумал, куришь, они без петухов не несутся. А где я тут на таможне петухов найду? А потом вас рахтово вспомню. Так вот уж, хлопцы, как яйца появятся, вы меня кликните. Я вот тут, ага. Ах ты сволочь такая, а ну забери ее быстро. Ах ты сволочь такая, а ну забери ее быстро. На троих. Что еще там? Что еще? Здрасте. Вызывали? Да, папа Бычкова. Что надо? Мы хотели бы, чтобы вы больше времени уделяли своему сыночку. Не успеваю я, я же работаю, мне деньги надо зарабатывать. А вы знаете, что у него одни тройки по всем предметам? О, так это классно, молодец сынок, тройка это значит стабильность, признак мастерства. Маленькое уточнение, троечки по 12-бальной системе. А, ну так все равно не двойки, правильно, тройки. Нет, как раз это двойки по новой системе. Так, вы давайте не преуменьцайте заслуги моего талантливого сына. Вы хотя бы можете помогать своему сыну учить уроки, например, физику, математику, черчение. Да, да. Так кому они надо, эти ваши физики, математики и церцения? Затем они? Я вам так скажу, современное образование себя дискредитировало. Все, можно даже не закончив школу найти нормальную работу. Какую? Грузчиком? А, что? Зарплата, соцпакет, я вон грузчик, ничего не залую. Если вы работаете на такой замечательной работе, то хотя бы купите своему сыночку ручечки и тетрадочки, потому что у него одна тетрадочка на все предметы. Так и отлично. Получается, мой сын новатор. Это классно. Тетрадка одна на все предметы. Значит, не забудет ничего. Молодец. Вы, кстати, себе это в новую реформу этого образования внесите такую ступу. А еще. Купите своему ребенку книги. Не может мальчик заниматься без книг. Да как смысл? Их-то все равно каждый год переписывают. Зато другие родители покупают каждый год по книжечке. Со, серьезно? Да. Да не прикалывайтесь. Мы серьезно. Так зачем тратить деньги на ветер, а? Я лучше насобираю и куплю сыну электронный планцет. А мне кажется, что к тому времени он уже школу закончит. Да ладно, не закончит. То есть на шторы вы тоже сдавать не собираетесь? Конечно нет, Сой, я идиот, Соли. Я вон вам на дневном свете экономлю. Вы мне за это еще спасибо должны сказать. Так, ну, все, я посол. Нет! Что вы еще от меня хотите? Если вы не сделаете того, что мы вас просим, вашего сыночка выгонят из школы. А вот и не выгонят. Выгонят. Не выгонят, я говорю. Вот увидите, выгонят. Ну, не могут выгнать сына со сколы, где работает бабушка и мама. Да, Вика? Так, Саша, купи ребенку книги. Слушайте, вам надо, а вы и покупайте. А мы не можем. У нас у учителей маленькая зарплата. А еще прически, маникюры надо. Вот и сидите со своей маленькой зарплатой, а нам, грузчикам, есть на сот деньги тратить. Так, все, мама, до свидания. Подожди. Мне еще на рыбалку, в смысле, на работу. Все, давайте, до послезавтра. Опа. Яй-яй-яй, паразит! Не переживай, дочка. Все равно наш малый закончит школу с золотой медалью. А потом в университет поступит. А в университет у нас дедушка работает. Правда, грузчикам. Ой, что нам так на этих грузчиков везет? В семейной. Почему? Почему? Господи, опять коньяк. Залбали уже. Может, лечить их хуже, а? А то несут и несут, несут и несут. Да! Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, здравствуйте. Ой. Что случилось? Я сегодня должен лететь отдыхать. На Бали. Поздравляю. Да. Но я боюсь самолетов. Понимаете меня? Да, да, да. Знакомая проблема. Это распространенная очень. Видишь, сейчас я вам выпишу таблеточки. Выпейте перед самым самолетом. Ага. Да, и все будет у вас хорошо. Доктор, это еще не все. В путевке указано абонемент. На плавание с дельфинами. Понимаете? Да, да, для вас да. Но я боюсь с детства всяких рыб. Там пресноводно все, что вы в этой воде. Мне это страшно. Понимаете? Давайте я вам маленький советик дам. Заходите на бар, берете грамм двести-триста виски и все. И поверьте, страх как рукой снимет. Понял, доктор, понял. Но это еще не все, доктор. Еще не все. В абонементе, в этой путевке каждый день массаж. Понимаете? Ежедневно, каждый день. А у меня страх. У меня страх, если люди вот так вот прикасаются ко мне, я испытываю это такой, а еще этими жирными руками в масле. Я не могу. И мне страшно. Стоп. Я могу вам помочь. Правда? Совершенно случайно у меня завалялась путевочка в затоку. А там никаких самолетов. Добраться туда только можно на поезде и то на плацкарте. Совершенно никаких рыб, никаких дельфинов, только медузы. Массажистов там вообще нет. Ближайший туалет только в Одессе. Знаете, жалко отрывать от сердца. Себе брал. Ну, это все, что могу себе позволить на зарплату доктора. Но готов с вами поменяться. Вы серьезно? Конечно. Боже, спасибо тебе. Неужели? Боже, спасибо тебе. Алло, Людочка. Собирайся. Мы улетаем отдыхать. Угадай, куда? На Бали. Да, давай, всего до вечера. Вот это чекпот. Ты долго еще тут будешь сидеть? Собирайся, поехали. Мне еще нужно купальник купить. Здравствуйте. Здравствуйте. Доктор, забыл вам сказать. Это моя жена. Вы полетите с ней. В смысле? Солнышко, а ты же не против, если вместо меня с тобой полетит вот он? Да мне пофигу, кто со мной полетит. Мне главное купальник купить. Послушайте, верните, пожалуйста, путевочку. Верните путевку. Я очень боюсь самолетов. А вы вот эти таблеточки перед самолетиком выпейте, и все в порядке будет? Ну это ладно. Слушайте, я дельфинов на дух не переношу. Двести, триста грамм виски, и как рукой снимет. Это я массажистов ненавижу. Ничего страшного, доктор, не бойтесь. Там all inclusive. Она вас не съест. Поздравляю. Так, ну что, давай на купальник. Алло. Людочка, а можете меня на сегодня срочно палату подготовить? Нет, давайте, наверное, не палату. Давайте реанимацию. Морг, морг, давайте морг. Морг, там она меня точно не найдет. Все, хорошо, да. Забронируйте меня местечко. Спасибо. Саня, а тут сучка за рулем. Шо, якась блондинка, особи случайно на машину нас зарубыла. Не, шатенка и нас кулила. Йо-моё, це шо таке? Так, я понял. Це либо мене після вчерашнего не попустило, либо сонечко не пекло. Та не, це ж собака. Настоящая. Та яка настоящая? Ну, откуда в ней машина? Може, вона суциків продає, вроде породиста. Саня, а може це оборотень? Та який оборотень? Ти шо, в оборотни віриш? Їх не буває. От вампири є. Ааа, все. Це ж піс. Геніально. Конечно, це піс. Не коджи. Та не, я маю на увазі серіал піс по Ісі ТВ. Ну, ми дивилися з тобою. А актери знаєш, сякі получають? На машину точно хватить. Слушай, якщо він знаменитець, по-любому за рулем под якоюсь фігньою їде. Ми будемо оформляти. Не поняв, там шо, ще вона собака? Ти я не собака, я чоловіх. Ёлки-палки, Саня, все ж має бути наоборот. Ай, просто ноги затекли. Я вибачаюся, ви хто такий? Я кінолог. Сеня, между прочим, день кінолога. Ну, вот я и выпил чуть-чуть. А за руль я не сажусь п'яным, у меня принцип. Вот пришлось Гердочку обучить. Вот все и сложилось. Значит, оформляем протокол управления автотранспортным средством без прав. Ага. Не, ну мы можем, конечно, и на месте договориться че там. Фу, нельзя. Документы. Шарикова Герда Евгеньевна? Чекайте, уважаемый, так вона ж собака. И что, если всякие блондинки могут на права сдать, то чем моя Герда хуже? А она, между прочим, в отличие от других сучек, сама сдала. Разумно? Счастливой дороги. Щелись вам тоже. Поехали домой, махаржа. Поехали домой. Поехали домой, махаржа.